экономики поступил такой вопрос как человек утвердиться в том что грех в котором он исповедовался богом прощен ну скажем так что когда мы исповедовались грехе и когда мы его стараемся больше не повторять когда он остался позади нашей жизни то постепенно он как будто бы изглаживается даже с памяти мы перестаем помнить о нем как части своей жизни мы это ставили позади мы исповедовались и очень важно верить что милость божия она подобно морю наши грехи это как песчинка который это море покрывает и милость божия конечно помогает нам получить прощение милость божия покрывает всю нашу греховную немощь и милость божия вдохновляет нас на совершенно другую жизнь ведь бывает так что мы исповедуемся вроде бы грех даже не повторяется но тем не менее мы о нем не можем забыть о он нас мучает например есть такие тяжелые грехи там грех аборт и еще что-то в этом роде когда человек досадил сильно другому человеку когда мы кого-то сильно может быть душевно травмировали когда кто-то нас остается обиженным вот есть грехи которых надо каяться всю нашу жизнь помните как каялся петр в своем оступничестве от христа он плакал это слезы были не только внешне не были внутренние его плакала не только там какое-то время он всю свою жизнь оплакивал грехи но найти плач бывает разный бывает плач унылый плач в котором есть отчаяние саможаление а бывает плач радостно-творный эксплуатации говорят когда ты оплакиваешь в игре но глубине души у тебя есть надежда на прощение надежда спасения вот надежду христианскую никогда нельзя терять надо всегда ее оставлять наше покаяние и тогда мы никогда не дойдем до уныние отчаяния в нашем оплакивание греха конечно мы не можем постоянно думать о своей греховности мы не можем постоянно удержать это чувство но тем не менее насколько это возможно время от времени сердце нужно сокрушать свое когда сердце сокрушаешь смиряешься то она становится теплее она становится мягче она становится открыть открытым для благодати божией когда сердце когда сердце не сокрушенное то мы легко начинаем забывать о своих грехах мы можем легко повторить грех мы само успокаиваемся мы не чувством ответственность за то что мы сделали поэтому здесь важно с одной стороны не иметь этого абсолютного спокойствия и все-таки помнить свои греховности и не забывать о том что сердце сокрушенное смиренно бог не уничижит но при всем при том имея надежду надо оставлять место и для радости душе для благодарности для любви для всего самого теплого живого духовного что может нас вдохновить поддержать утешить и укрепить поэтому есть грехи которых надо забыть и не оглядываясь назад идти вперед а и грехи в которых требуется крушение сердца течение всей нашей жизни и собственно говоря покаяние это не только исповедь исповедь только часть покаяния покаяние это изменение всей нашей жизни она длится всю нашу жизнь до самого суда божия поэтому постараемся жить покаянно постараемся иметь такое святое внутреннее не спокойствие именно сокрушенное сердце и сохранять ту самую надежду о которой мы говорили и помнить о милосердии божия то что милость божия как океан любви господь все может что человеку невозможно то все возможно верующему внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео